Толя Лёхин был партизан и погиб на партизанской базе в районе Малого Украины. Директор первой школы показывает портреты учеников, которые стали героями. Здесь же мемориальная доска, посвященная Николаю Самбурову, который командовал десантом, высадившимся на Бугасскую косу. Его именем названа улица, где находится учебное заведение. Во дворе мемориал, посвященный павшим воинам. Возле него проходят все памятные мероприятия. Гости служили в батальоне, который в конце 70-х годов первым вошел в Афганистан. С ними Валерий Кукса, которого они называют не иначе, как Батя. Он был не намного старше своих бойцов, а те, в свою очередь, были почти сверстниками тех, кто сидит сегодня за партами. По словам ветеранов, сегодня принято делать упор на том, почему вывели войска. Но очень мало говорят, почему ввели. Солдаты и офицеры обеспечивали безопасность большого проекта. В республике строили предприятия, объекты социальной инфраструктуры. Старались эту жизнь поднять их. Крестьянам давали зерно, чтобы они сеяли. Это делали прежде всего, чтобы крестьяне выращивали хлеб, а не опиум. Сегодня Афганистан – крупнейший производитель героина в мире. Советскому Союзу был не нужен такой наркозавод у южных границ. Кроме того, необходимо, чтобы страна оставалась дружественной. Как в Сирии, когда до нашего прихода туда, в 15-м году, видите, власть давили, постепенно забирая территории, постепенно с помощью… Они же не просто так эти игиловцы и прочие, это же с помощью, будем так говорить, кого-то там они это делают. То же самое и там. Вот этот помет. База была Пакистан, там сидели базы подготовки, инструктора, технику оттуда поставляли. Уже через пару месяцев необстрелянные солдаты и командир впервые вступили в бой в районе афганно-пакистанской границы. Всего за полтора года рота потеряла погибшими около 30 бойцов из 500. Потом демобилизация, комбат продолжил служить стране, а в начале 90-х ему пришла идея раз в два года собирать боевых товарищей, чтобы вспомнить даже не войну, а часть жизни, ставшей теперь историей. С тех пор встречи проходят в городах, где живут сослуживцы. Пришла очередь Анапы. Организаторы обратились в муниципалитет, там помогли организационно. Около 70 участников с семьями расположились в одном из пансионатов. Амангельды Жукачиев был механиком-водителем, сейчас живет в Иссык-Кульской области Киргизии. Для него это вторая встреча. У нас командирец, мы вместе служили, у нас генерал-полковник Чотпай у нас в Киргизии. Я вместе служил, он мне позвонит. Вот этот раз тоже позвонили. У нас батальон собирается, пойдешь, я пойду, куда Анапа. Анапа тоже карту нашел, оказывается, приехал у вас в хороший чистый город. Один из советов, который дали школьникам ветераны, не терять друг друга из вида, хранить дружбу и стараться приходить на помощь друг другу в трудную минуту. Александр Ребека, Михаил Григорьев. Анапа.